так поздоровайтесь пожалуйста здравствуйте а я забылся что сейчас мы будем испытывать так это мы будем ленту для скрытого шва лента неледимка крокодил как только ее не называют сейчас мы будем испытывать жесткую неприязнь тем кто делал вот эту вот ленту фольгу да ну первые различия пока я даже ее пыталась откусить уже получила то есть как бы гнутую всю поверхность играющую и у этой есть кругленькая прямая так и осталась эту пока я пыталась от основной пачки как сказать отжать она вся уже искривилась смотрите на каком расстоянии отверстие хочу обратить ваше внимание на отверстие здесь мы получаем по одному отверстию на этой ленте мы получаем по два отверстия вот один момент во второй момент это зубцы на этой ленте я не знаю видно не видно да они загнутые то есть уже к основанию нам их придется для того чтобы забить материал нужно их сначала маленько разогнуть здесь на этой ленте они идут под 90 градусов вот еще один момент на площадке получается здесь она как бы вот эти зубцы они вырезаны из самого тела видно да вот здесь зубцы здесь отверстий никаких нет зубцы вырезаются видать отдельно отдельно они приварены нет они не приварены то есть это была вот пластина потом ее вот зубцами сделали то есть и загнули вот по материалу по металлу я сказала да что это более плотный материал здесь это фольга то есть заломы сразу остаются и она еще может поломаться в процессе работы так ну и приступим я взяла по три образца то есть это получается велюр кожзаменитель бум айс и кожа кожа олд взяла довольно таки толстую кожу без обработанного края то есть она будем с ней работать толстенькой такой так что мы делаем сначала мы ленточку эту прибьем прибьем так допустим здесь у нас уже край какого-то изделия либо валик как я буду в дальнейшем показывать на кресле на части как бы кресло да так здесь получается у нас одно отверстие нам надо скобу расположить таким образом чтобы нам надо зафиксировать ее елочкой что ли таким стежком в принципе если мы не попадаем в отверстие степлер пробивает что мы видим что мы видим мы видим что у нас вот здесь вот край самой кромки приподняло посмотрим в дальнейшем что это будет неплотно она прижимается к изделию может наоборот надо скобу туда простреливать уже то есть она придется либо дополнительную фиксацию делать но здесь уже мы еще больше зубцы замнем так дальше эту мы зафиксировали так сначала я все таки выправлю зубцы потому что это вообще когда мы будем забивать они еще больше страдают да они просто загибаются эти зубцы вообще не загнешь а эти зубцы заламываются и загибаются при частом таком движении я конечно когда ее вообще нашла в россии то то есть я обрадовалась но когда я ее получила я расстроилась иногда иногда работаю на велюрчиках на тоненьких с ней но очень-очень аккуратно то есть второй раз если вы неправильно забили отогнуть надо да и второй раз расправить зубцы они отламываются то есть ну как так я не знаю может даже пробовать не пробовать давай сначала этот легкий материал лишь легкий да потом пойдем уже средний пара в тяжелую то есть мы как обычно сначала зафиксируем низ на изделие здесь нам нужно будет натяжка здесь мы оставляем здесь нам нужно будет сделать все таки с поролончиком как правильно пробиваем так я и покажу здесь мы проложим прокладочку из-за поролона это обязательно нужно делать потому что вы будете стучать молоточком либо кияночкой и можете повредить ткань широковато то есть у вас поролон должен заходить на вот эту металлическую пластину где зубцы получается желательно чтобы он не заходил саль на сами зубцы иначе вы воруете пространство которого и так тут мало натягиваем ткань подгибаем ее к зубцам туда да потихонечку пальчиками поджимаем фиксируем ну движ поджимает удобно то тоже поджимается в принципе но маленько посложнее поджимается то есть это вот допустим для велюров здесь мы избегаем второго обводного профиля да вот допустим как мы делали на каком изделии на креслах много применяется на стульях да здесь можно обойтись без молдинга потому что не все клиенты любят молдинг и просят сделать либо кантиком обыграть либо сделать ну как то так чтобы не было видно ни скоб ничего вот чем хороша такая лента то что можно любые то есть поверхности и обводить будь они радиусные да будь фигурная спинка то есть эта лента то есть предназначена вот именно для таких изделий можно конечно по прямой заводить но я не вижу смысла траты денег то есть если на по прямой заводить можно просто пластиковая лента либо некоторые как советуют картон очку подложить да и забить конечно можно и так если собой на выдумки хитра дальше протестируем как кожу бом айс она тоже довольно таки плотненькая не всегда подается прорывание так также набиваем то есть получается у вас вверх это там где изделия где эти дырочки из где изделия вверх и изделия то там набивается лента вот так то здесь если вверх изделия набивается соответственно дырочка наверх вторую плавочку сейчас прибьем также бабочку оставлю сантиметра полтора то что нам еще третье нужно будет образец прокладываем сначала то есть видите насколько я вижу делаю лишних потому что если мы зубцы не выправим они просто лягут и все надо хотя бы какие-то зубцы чтобы ткань за что-то зацепилась выправить буду меня выправила так теперь немножко ее подогнем пара площадочек с зубцами трогнула ну корзан такой плотный сам по себе так в принципе в принципе в принципе в принципе в принципе какие-то зубцы занялись какие-то вошли в дерево то есть закрепились ну что-то как-то коряво то забила может быть так или что это смотришьте там основа и она видишь я только материал начинаю поднимать вниз он начинает обходить вот эти зубцы должны впиться в дерево по идее то есть они как клипсы должны зафиксировать но впились не все я так понимаю впились не все да то есть через три-четыре где-то так то есть все курзан уже начинают не знаю кожу вверх кожу она я знаю что не возьмет ну давайте так для чистоты эксперимента я все-таки покажу вот покажи то есть видите если мы начинаем изделие тянуть вниз почему мы сначала изделие забиваем снизу наверх потом выводим потому что если вы прибили лентой это изделие да потом начинаете вытягивать вниз то есть вы все потянули и пошло тоже как правильно вот ей пользоваться ну забивается не все я что-то как-то вот я не знаю как быкно здесь ее на голый край не делается понимаешь здесь делается она либо под профиль я здесь подготовила вот такое изделие то есть здесь должна быть обводная труба да либо какой-то ролик делается вот и она прибивается вот сюда ну понятно она закрывается а здесь вообще не отогнется или отогнется ну я смотрю вот здесь зазор вообще вот уже жесткий там с той стороны где-то не отгибало да ну то есть она частями да она мягкая ну а смысл тогда кожу сейчас вообще прибивать я вот не вижу смысла вот так для чистоты эксперимента надо не надо я тебе так как доктор скажу не надо она соскальзывает есть желание вот господа просто возьмите попробуйте кожу вот так вот забейте и загните она у вас не забьется это я это я вам как это как на духу говорю да это уже поработаем здесь отверстие у нас больше на ширину скобы будешь забивать на ширину да скобы ну потому что если я где-то не попадаю в эти отверстия я металл не могу пробить да да жесть значит берем пистолет другой здесь отверстия они расположены как бы получается на ширину скобы да скобы да я уже это пробовала видишь если попадаем в металл скобы просто сгибает все здесь можно сделать давайте вот так вот радиусом да 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 потому что велюр то она в любом случае возьмет а вот кожзам и кожу здесь уже немножко посложнее аж мимо опять так здесь подальше заведу вот вот то есть ну здесь уже как бы радиус да небольшой обыграем получается зубцы тоже немножечко я загну ну немножко как бы жестковатый ай аккуратно не поверишься она царапается вот так здесь возьмем тоже зам да да если на радиусных изделиях сейчас я сделаю прибавку сначала по прямой вот и сделаем прибавочку где-то получается вот я как загнула я еще сантиметр оставляю можно полтора даже сейчас пока стоит потому что у нас еще поролончик будет толщина в принципе она здесь стянется но хорошо ой все уже одела блин блин цепляет она сразу вот липучка как закрепить так так что поролон все таки не съехал я его немножко подклею чтобы правильно все было так давайте здесь у нас точим задачу мы еще поролончик тоненький завернем вот сюда да хочу так попробовать ну ты что-то это прям прям разогнулась прям хочешь с поролоном вместе да хочу уверена так так океяночка страхово что страхово мне не страхово тебе страхово что говоришь с это так у меня не будет корява просто нет натяжка ай тихо не паришься не паришься главное ногти ногти не сломать ну пускай все пальцы будут в крови изрезаны но главное ногтем сломать продолжается все очень идеально да она даже с поролончиком у нас забивается не повреждаем то есть ну как бы почему закрываем обязательно железную ленту попробуй подковырнуть ногтями там или чем чтобы если мы тянем экран с силой да можем как бы ну придется порвать ну не совсем там пробил на самом деле можно посильнее можно металлом ты его не прибила еще подожди сейчас в дерево я хочу я боюсь просто по этот подожди ну вот ну вот фанеру видишь пошли да вижу прямо вон туда то есть это надо ну как бы навес это должен быть навес какой-то обязательно ну прикольно что вот это да вот это вот прям уже буду юзать на ближайших изделиях пробовать поработать фольга фольга уже откажусь а так дальше что с кожей попробуем да так поехали кожу кожу да взяла практически 3 миллиметра толщиной жесткую конечно ну попробую попробую металл я не знаю хороший металл действительно они не экономят на металле а поняла что будем попадать в этот то есть здесь в нос мы прям упираем в основании софтиненты и тогда мы вообще однозначно попадаем в эти отверстия видите как сразу аккуратно приливает все примерно раз а здесь приходится елкой выдумывать или что там крепления они не такие они не должны они так быть так так же еще карманчика сделаем так чтобы проклеить чтобы тянуть было можно цена вопроса 1200 рублей бобина 25 метров на кресло в среднем уходит минимум 5 метров если обводить там тоже надо учитывать подлокотник 5 но это стоит того понимаешь допустим когда обводной профиль делаем два обводных между них потом вклеиваем помнишь мы показывали в районе 50 рублей метров время тут время очень важный фактор время время эстетика экономия материалов европа же да вся такая на ленточке работает фигурные изделия то что у них скобы не видно самое что интересно даже вот смесовку я видел там в каком-то ролике на эту ленту внизу что скобы не было видно да да на эту ленту заводят все все таки еще натягивается у нас когда распределяется материал а ты хочешь кожу тоже стрель поролоном чтобы это да обязательно он не пробьет сейчас смотря как сприт с лишним главное чтобы много на загибке не оставалось вот я сейчас подгибаю у меня вот здесь остается припуск утолщение лишнее вот миллиметра 3 мы еще можем смело убрать ну тем более кожа еще и тянется чтобы не выталкивало получается да у нас еще вот это утолщение здесь маленькими шажками вот такими у меня удаляется кусочек все равно там у тебя утолщение осталось ну у меня же как сказать утолщение это уходит потому что у меня вот эта вот железячка она идет как бы наверх и мне нужно какие-то несколько миллиметров ну как бы тяжеловато задевать ее конечно не женское это дело ну ну так у тебя самый красивый маникюр поэтому ты снимаешь у меня то его нет все отлично все можно еще молочком деревянным пройтись то есть у нас поднимается здесь то что здесь края свободные понимаешь а когда будет литое изделие слушай ну кожа лучше даже садится ну кожа всегда лучше садится вот так вот кожа это есть кожа если будем тянуть да не будем оно наоборот туда эти зубцы еще больше впиваются в кожу материал ну как бы вот вот эту вот штуку советую вот эту вот брать на российском рынке двухзубцовую трехзубцовую ну только для легких материалов в принципе ну да да не та же вот это вот кстати вот это вот дешевле получится да да чем вот это вот как потому что больше мне толще лучше дешевле хуже короче все обкакал ну тут уже пусть люди сами думают ну факт есть факт короче зубцы расположены видно да слышь хорошо да то есть вы сами видите два разных абсолютно металл это вот конечно серьезная вещь фольга а это нет ну вот вроде бы и все до скорых встреч подписывайтесь на наш канал смотрите наши видео обзоры новинок то что вам будет помогать в дальнейшей работе обо всем расскажем все покажем задавайте вопросы всего хорошего до новых встреч